В этом ролике мы с вами поговорим про молочные продукты. Вы знаете, что я не против кисломолочных продуктов, но есть некоторые ограничения. Почему коровье молоко вредно для здоровья? У многих взрослых есть уже непереносимость лактозы, и прием молока вызывает у них вздутие живота, тошноту, спазмы, и с возрастом может возникнуть какая-то такая непереносимость. Если есть ферментативная недостаточность, особенно, напомню, что возрастом она развивается практически у всех, то, соответственно, нет нормального переваривания белка, и симптомы примерно те же самые. Другой момент с повышенной проницаемостью кишечника. Это так называемый синдром раздраженного кишечника. Через стенки органа могут проходить крупные молекулы в обоих направлениях, и, соответственно, это достаточно неприятно. И другой момент, кишечник нуждается в защите и увлажнительном отношении, так как он, кроме всего прочего, является важным защитным барьером нашего организма. Казалось бы, при чем здесь молоко? В коровьем молоке, которое производит самая распространенная порода коров, есть казеин А1. В организме человека он превращается в пептид бета-казаморфин. То есть он замедляет пристальтику кишечника, провоцирует воспаление, которое переходит в хроническое, усугубляет бронхиальную астму. И также есть такая история, связь с сахарным диабетом первого типа. И вот многим приятно пить молоко, потому что там есть бета-казаморфин, который активирует такую историю, как зависимость. Другой момент, есть ли молоко без казеина А1? Да, в Африке. И также есть коровы, которые дают А2. Его можно встретить в наших магазинах. Напоминаю, что обычное молоко провоцирует часто проблемы с воспалением, с желудочно-кишечным трактом. И другой момент, также, если есть у человека различные дефицитарные состояния, то это не всегда хорошо. Другой момент, у молока молочные продукты для многих людей основа питания, которые сопровождают нас с первых жизней. Если человек даже не пьет молоко, то зачастую оно действительно есть в готовых блюдах. И бывает так, что попадает достаточно много. Да, в нем есть немного цинка, магния, фосфора, либо флавина, калия. Но молоко очень часто ассоциировано с раковыми заболеваниями. И молоко содержит кальций и витамин D в небольшом количестве. Кальций может защитить слизистую оболочку кишечника и снизить риск рака толстой кишки и прямой кишки. Но, если мы с вами говорим, что коровье молоко помогает молодым атлетам быстро развиваться и набирать вес, то, соответственно, тем, кто не занимается, это не очень полезно. И аллергия на коровье молоко бывает. И так же, как и аллергия на любой другой продукт. Поэтому, если вы выбираете для себя молоко, будьте уверены, что у вас все хорошо с инсулином, что у вас все хорошо с кишечником, что у вас нет непереносимости, у вас работают ферменты, которые его усваивают. И у вас так же все хорошо с другими микроэлементами. Напоминаю, что если вы склонны к зависимостям, особенно козеин, он уже дает такую энергию расслабления. Если вы действительно имеете нарушение гормонального фона, то важно действительно думать о производстве молока. А замена вот эти вот а-ля магазинные, другие, это просто сахароза. И во многих случаях можно делать кешью молоко, можно делать другие виды из орехов. То есть, можно приспособиться к чему угодно, если у вас стоит вопрос ребром. Вопрос ребром гормоны, онкология, ЖКТ и другие моменты. Поэтому изучайте эту тему. Кисломолочные продукты, я не говорю, что там нужно все отказываться. Но нужно очень-очень четко для себя понимать, для чего вы это делаете. Продолжение следует...